Приветствую вас. Знаете, какую проблему я увидел в ваших словах и в вашем тексте соответственно? Во-первых, я увидел то, что вам, вероятно, мало-мало как-то своего собственного счастья. То есть, мне так показалось, по крайней мере, что вам для того, чтобы ощутить себя счастливо, и для того, чтобы ощутить себя хорошо, вам нужно, ну, не знаю, вот, одобрение людей, вам нужно одобрение ваших родных. Вот. Ну, вот такое у меня возникло ощущение. После прочтения вашего текста я могу, конечно, я могу ошибаться, конечно. Вот. Но мне так это, вот, видится. Вот. Это первое. То есть, вы сами, вот, не удовлетворены тем, что у вас есть очевидность. Второе. Это то, что вы достаточно много значения придаёте родным. То есть, вот, очень много значения вы придаёте родным. Что, вот, родные люди, вот, они должны быть рады, они должны, там, всё-то и всё. Ну, то есть, эм, слишком много значений придаёте родным. При том, что вы уже, как бы, вместе не живёте. При том, что вы уже, условно говоря, ну, как бы, все взрослые люди. Вот. И мне представляется это, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Подобная зависимость, да, да, подобная зависимость от родных людей, подобная зависимость, она ни к чему хорошему, на мой взгляд, не приведет. И самое главное, что это делает вас, условно говоря, более такой, ну, более уязвимой, что ли. Ну, это вопрос к вам, почему вы считаете родных вот настолько важными для себя, что вам кажется, что они должны, вот они одобрять вас. И третий пункт, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что касается ваших действий. Вот это вот, у меня сложилось такое впечатление, у меня сложилось такое ощущение, что ваша обида на сестру, например, а под конец уже и на маму, связано с тем, что вы, вот вы для них что-то делали, вы делали для своей, допустим, сестры, сестры, ну, что-то, ну вот. А это не оценили, ну, вот просто не оценили, то, что вы делали для них. И вы чувствуете себя обиженно, мол, как так, вот я с ребенком, с ребенком сидела, да, ну, с ребенком сестры сидела. А теперь, значит, от меня отвернули. То есть, по сути, что, взяли и обесценили, да, то, что я делал, ну, делала для них, к примеру. Ну, вот, собственно, мне хочется вас спросить, так, а зачем вы делали то, что делали для своей сестры, например? То есть, то, то есть, зачем вы делали, вы делали для нее что-то, что-то. А если сейчас, значит, чувствуете себя обидно. А сколько свободны вы были в своих действиях, в своих поступках, например? Понимаете? И вот получается, что со временем, со временем вы ждете, ну, чего-то получается. Получается, что со временем вы ждете от своих родных что-то. И, ну, могут они вам это дать, не могут они вам этого дать. Ну, это, а все вас не интересует. Вот. Вы понимаете, какая штука? То есть, вот, мне кажется, что в этом отчасти и заключается проблема. Что вы требуете от своих родных того, что они вам, возможно, дать не могут. Ну, ну, или, или могут дать, но, ну, не так, не так, как, вот, вам хотелось бы, хотелось бы, например. То есть, так, как вам хотелось бы, они этого дать не могут, к сожалению. Вот. Вот. Вот так мне видится примерно ваша история. То, что, вот, вы описываете. И, соответственно, они не рады почему? Потому что у них свои мотивы. Матери может не нравиться молодой человек, так как она считает, что для ее дочери нет достойного мужчины. Например, сестра имеет тоже свои какие-то, какие-то мотивы не одобрять того, что, где сделаете вы. Вопрос заключается в другом. Почему вам это важно? Почему вас это волнует? Вот в чем заключается, на мой взгляд, вопрос. То есть, ну, совершенно очевидно, да, что вы, там, своих родных не переделаете. Со временем, со временем, может быть, ну, ситуация изменится со временем. Вот. Но сейчас это вот выглядит так. И вам желательно, очень желательно, ну, принять тот факт, принять тот факт, что главное относиться вот таким образом. Ну, то есть, так. Вот. И обратить, возможно, внимание, да, обратить внимание именно на себя, на то, почему я так чувствую, почему я так ощущаю, почему мне об этом, ну, как-то вот не по себе становится, условно говоря. Дальше. Вы пишите, что я встречаюсь наиболее мне четыре года, мы сейчас живем вместе, есть общий ребенок с Нового года. До этого, когда встречались, у нас были сыры, мы расставались, смирились. Ну, здесь существенное влияние оказывает то, что вы живете, по сути, в гражданском браке. Вот. И, как бы, это, ну, отношения, которые не пользуются большим, большой популярностью у людей, людей такого более старшего, скажем так, поколения. Вот. Главное, считать, что мужчина просто вас использует, например, почему вы не пожинились, к примеру. Почему не, допустим, ну, почему родили ребенка, да, завели ребенка, значит, в тот период, когда, ну, вы не были, не были в браке. Спасует этот ребенок, у вас получается не брать. Вот. Родители, они также понимают, что, что вы не защищены. То есть родители, вот, они понимают, что, если, например, мужчина захочет или решит вас бросить, да, что вы, по факту, ну, вы останетесь просто ни с чем. Вот. То есть ни на что вы претендовать не сможете. И родители это тоже беспокоят. Вот. То есть родители не признают ваш выбор, ну, это, в данном случае, это нормально. Вот. Это абсолютно нормально, такое случается сплошь рядом. Вот. То, что вы это вот воспринимаете для себя как-то вот негативно, ну, это вопрос. Это вопрос. Почему? Почему вы, почему вы воспринимаете это именно так? Вот. То есть, как, какие это задевает у вас, вот, допустим, ну, струны, да, моменты и так далее. Вот это вам, почему вас это обижает, условно говоря. Вот. Да, с этим можно будет поработать, это можно будет поисследовать. Вот. Вот. Ну, опять же, родители, именно родители ваши, здесь ни при чем, это, это ваше восприятие в ситуации. Это такая штука. Вот. Вот. И на это желательно и обратить ваше, ну, ваше, ваше внимание. Вот. Такая вот история. Эммм. Такой, я думаю, можно дать вам ответ. Эммм. Я надеюсь, что он помог вам. Эмм. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Эмм. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...